Мы знаем, вы слушаете Радио Болтком Секреты профессии Во время игры подумать так, ногу надо подвинуть подальше Потому что иначе я не попаду просто-напросто на этот дом То, что происходит за сценой Вот это закулись, то, что там происходит Боже мой, все это В программе «Культурная среда» с Еленой Приваловой На Радио Болтком Ходите на концерты классической музыки Добрый день, дорогие рижане Рада приветствовать вас Я так рада, что интернет позволяет мне общаться с вами Из любой точки, в данном случае Россия Сегодня я нахожусь в Москве И приехала, до этого была в Петербурге, в Курске И невероятно рада, что наконец-то и в Риге Тоже возобновилась культурная жизнь Тоже начались концерты И самое главное, близкие для меня Это концерты органной музыки И сегодня у нас в гостях Замечательная органистка И художественный руководитель фестиваля «Вокс Ангелика» Который проводится ежегодно в Дублте Эдите Альпе Здравствуйте, Эдите Здравствуйте, Елена И знаете, как удивительно Буквально за несколько минут до нашей передачи Фейсбук мне напомнил о том, как я участвовала в вашем фестивале Семь или восемь лет назад вместе с габаистом Индрисом Эгле И как раз наша передача Я думаю, вот действительно, как это все удивительно складывается На самом деле фестиваль «Вокс Ангелика» Это международный замечательный фестиваль Который обычно проводится в течение всего лета Начиная с мая или с июня И каждый год проводится В том году как раз мы должны были с Владимиром Кудриным Принимать участие в одном из июньских концертов Но вот пандемия внесла свои коллективы И в этом году так же Потому что фестиваль вот только-только, я так понимаю, откроется Какого числа будет открытие и какой по счету это фестиваль? Да, Елена, этот год у нас особый Потому что мы пропустили первый раз В прошлом году фестиваля не было Должен был быть 13-й Ну вот, теперь был бы 14-й Но получается, что в этом году только 13-й И вы должны были участвовать в прошлом году И я вас приглашала в этом году вместо прошлого года Но опять-таки вот это всё, что в мире запуталось с этим ковидом Вот не позволяет всему Да Да, получается 13-й фестиваль Каждый год вы проводите замечательный фестиваль В Дублской церкви Расскажите, в какого числа откроется в этом году фестиваль? Да, в этом году фестиваль немножко позже Он начнётся в это воскресенье, 18 июля И продолжится до 12 сентября Каждое воскресенье Да, мы тоже И концерты у нас каждое воскресенье в 6 часов вечера Очень легко запомнить Каждое воскресенье в 6 часов вечера В Юрмале, в церкви, в Дублте Будет какой-нибудь из концертов И все они очень хорошие Да, я думаю, мы сейчас расскажем подробнее тоже Да И что ожидает наш слушатель на открытии 18 июля? Ну, открытие у нас на этот раз такое символическое Будут участвовать новые органисты Совсем молодые Самые-самые молодые, но все мои Потому что я тоже преподаватель в Юрмальской музыкальной школе Но это средняя школа То есть это не дети совершенно Нет, это уже студенты Да, и вот трое из них Двое только что у меня закончили И вот третья девочка будет в последнем годе студентка у меня Они будут участвовать вместе уже с известной скрипачкой Леной Н.А. Калнини Которая, ну, скрипача в нашем национальном симфоническом оркестре И тоже работает в Юрмальской музыкальной школе И вот они вчетвером будут музыцировать на открытии фестиваля 18 июля А какая программа ожидается? Программа очень красивая Много романтической музыки Там скрипки с органом Йозеф Райнбергер, Йохан Свенссон Потом из французской музыки Эжен Жигу Габриэль Пьерне И латышская музыка тоже Петер Сваскс Цинтра Курмы Гедровица И Андрис Балуодис Замечательная программа И, кстати, в церкви в Дублупе установлен очень хороший орган Трехмануальный, он непростой Но очень красиво звучит в церкви Расскажите немного об этом органе Я так понимаю, это ваш супруг К сожалению, ушедший от нас Профессор Декснис Как раз способствовал установке этого инструмента в церкви Или я что-то путаю? Всё совершенно правильно, Лена Так и было В 2000 году этот орган был подарен из Англии Но, конечно, всю транспортировку и реставрацию Мы уже делали с помощью наших, как сказать, спонсоров И всё это проводилось под руководством моего мужа Таллы Валдеса Дексниса Который был тоже прекрасный органист И профессор Академии музыки И тоже реставратор органов И вот благодаря ему этот орган Действительно в хорошем концертном состоянии Это один из немногих трёхмануаловых органов Вне Риги, вне столицы Который всё-таки такой, какой может что-то дать для концерта Концертный инструмент Да, и он на самом деле очень удобный Он механический, трактуры И я считаю, что абсолютно легко на нём играть Да, абсолютно замечательно И, кстати, вот у вас ещё есть традиция, которую подхватил и Домский собор С прямыми трансляциями, когда видно, как играет органист Потому что всегда это было раньше Да Кто-то мог догадываться, но многие даже не знали, что органист играет ногами Сохранится ли эта традиция, трансляция Это у нас с первого фестиваля Что внизу установлен экран И наверху камеры, которые снимают органиста Не только общий план, но и приближены руки, ноги, всё, что там И тоже других музыкантов Это всегда, значит, внизу видно Те, которые не видят, не сидят на балконе Они могут это всё очень детально видеть Как это всё происходит Как эта вся игра на органе На самом деле очень интересна Потому что многие, которые первый раз это видят Они обычно удивляются Ой, как это интересно, что ещё и ногами играют Как это можно найти, ноты попасть Это такой первый Но потом уже и вникают в другие подробности Мы показываем, конечно, не только органисты И у нас участвуют не только органисты В принципе, на всех почти концертах присутствуют И ещё другие солисты И инструменталисты, и вокалисты То есть мы там расскажем подробнее, что на котором концерте Но вот я что хочу ещё сказать Вот что этот экран уже с прошлого фестиваля Перерос ещё и на то, что у нас не только экран в самой церкви А ещё и в Ютубе у нас Можно найти профиль Юр Малалаев И они все эти концерты оставляют и в записи То есть можно их и в прямой трансляции уже смотреть А можно и даже потом, если не успели Или не можете прийти Особенно учитывая, что ведь всё равно Действует этот вот ковид-паспорт Да ПЦР-тест показать Или справа о прививках То есть это же как код И не все им обладают И, конечно, это большая радость тем Кто не вакцинирован Как раз послушать этот инструмент Да, Елена, вот расскажем, пожалуйста, об этом Потому что я очень волнуюсь, как это будет Когда публика придёт И все поймут, что всё-таки этот ковид-сертификат Он нужен, да Потому что для нас это тоже такая совсем новая Какое-то такое Новая реальная жизнь Да Потому что на самом деле в 11 часов на службу Вы можете прийти просто в маске И сесть с дистанции А на концерт получается, что так нельзя На концерт нужен этот сертификат И это довольно-таки, ну, да Обременительно Ну, сложно не обидеть, конечно Потому что у вас же вход за пожертвования У вас нет билетов У нас нет билетов, да И получается очень сложно Это будет, я надеюсь, что всё будет замечательно Ну, я надеюсь, что люди поймут И не обидятся, что кого-то придётся Ну, да К сожалению, просто сказать, что дома можете смотреть За компьютером Большая радость, что действительно можно посмотреть И прямую трансляцию И потом посмотреть в записи И, к сожалению, в данном случае От организаторов концерта не зависит То, что приходится жить именно в таких реалиях Которые нас обогнало наше правительство Ну, вот, 18 июля Открывается замечательный фестиваль Вокс-ангелика в Дубулгской церкви Каждое воскресенье в 18.00 И в открытии будет На концерте открытия принимает участие Замечательная скрипачка Леяне Неякалнене И, кстати, она хорошо знакома также и моим поклонникам Потому что мы с ней играли замечательные церковные сонаты Для двух скрипок Виолончели и органы Это такое у нас Мы все 17 церковных сонатов Да, я исполнила Моцарта, да? Прекрасный был концерт И поэтому обязательно приходите слушать Это тонкий, глубокий музыкант Замечательно владеющий своим инструментом И я думаю, что все получат большое удовольствие От ее исполнения И тем более она поможет еще раскрыться Талантам юных восходящих музыкантов Которые сейчас только набирают профессиональный опыт Но, тем не менее, уже являются профессиональными музыкантами Потому что все-таки обучение в колледже Это средняя музыкальная школа Это уже не просто школьники А действительно, наверное, это такие Еще с большим рвением люди готовятся к концертам Потому что в течение полугода они учат эту программу И потом для них это такой праздник Вынести программу Тем более на таком значимом фестивале Кто будет в фестивале Идет и участвовать уже на втором концерте Какие участники И, может быть, охватим всю панораму Второй концерт Называется «Партита города Юрмалы» Ну, Юрмальская партита Не знаю, как правильнее сказать То есть это название берется От очень красивого произведения Которое написал композитор Который, кстати, живет в доме Совершенно рядом с Тубултской церкви Я его дом могу видеть из окошка органиста Ну да И история была такая В 2014 году Рига была столицей Европы Культуры, да И в этом году был такой органный проект В знаке БАЦХ Органная музыка в знаке БАЦХ И мы тогда заказывали Латышским композиторам Писать новые пьесы Для этого проекта И вот одна из них Была специально с посвящением Для Дубултской церкви И Дубултского органа Это было вот именно Это Юрмальская партита Это произведение не только для органа Но и для флейты Ударных и арфы То есть очень красивая музыка Ну, где-то на минут 20 почти, да И вот это произведение По-моему, с 2014 года Так и не исполнялось Она сейчас вот Второй раз будет звучать В Юрмале В Дубултской церкви И она того стоит И мы только что его записали Ещё и на диск У меня скоро выйдет диск С органом Дубултской церкви Первый вообще такой диск Где записан этот орган, кстати И до этого ни одного не было И вот этот диск сейчас уже так Ну, на готове Должен был уже почти, в принципе, быть На этот 25 июля Но, наверное, мы ещё эту интригу поддержим Что немножко опаздываем, да Но ничего Он выйдет в начале августа И в нём тоже будет вот эта вот запись С теми же Дита Кренберга Эйлина Энцела И Эва Шабловская Это очень знаменитые имена музыкантов В Латвии С кем я буду вместе Я буду вместе с ними играть Этого 25 июля А вот эта партия Это получается так же, как партия Баха То есть это, например, вначале хорал И затем вариации Нет, это немножко Свободнее форма Но партия-то как Больше как Много частичек Под стилистику барокко А, ну да Да, но там присутствует В необычных мостах, конечно Полифония Но она очень современно звучит И это было как Я вот не знаю, смогу ли я сейчас так сказать На русском Но знаменитый такой Бетховен сказал О слове Баха Вы знаете, что Баха Это значит ручей На самом деле на немецком Да, и вот Бетховен сказал Что этот Бах Это не ручей Это вообще О море, океан Да, что-то такое И вот Да О море Да И вот и у нас Это была концепция Тогда в этом 2014 году В знаке БАЦХ Что мы говорили Именно об этом И вот здесь В этой музыке Очень хорошо слышно Как этот ручеёк Ну превращается В могущественный океан То есть вот это такое Приношение имени Баха Эдита, расскажите Вообще Как возникла идея Организации фестиваля 13 лет назад С чего всё началось? 14 лет назад Да Так что год пропустили 14 лет назад 14 лет назад 14 лет пропустили Да Идея возникла просто Дизнесс Благодаря этому инструменту Который оказался хорошим И хотелось на нём Что-то больше делать Кроме как Немножечко играть На службах Да Поделиться С более большой Аудиенцией И тогда мы так решили Что нужно Что-то делать И Юрмайская дума Нас все годы Тоже Финансировала Этот фестиваль Также Государственный Культурный капитал Фонд И финансированием Благодаря этому Мы могли этот фестиваль Ну реализовать А само название Если вас интересует Почему такое название Это название Происходит Из регистра Один из регистров Этого органа Называется Вокс Ангелика И это самый-самый Тихий регистр Вот это по-моему Так очень важно В наше громкое время Сказать Что-то очень тихое Может стать Настолько значимым Что в его имя Называется Фестиваль Значит оно Да Ангельский голос Ангельский голос Который прорывается Да Сквозь все наши Пизгоды Сквозь все наши Пандемии И я рада Что этот фестиваль В этом году Несмотря на все Сложности Которые Это не просто В этом году Очень даже Дорогие друзья У нас в гостях Органистка Художественный руководитель Фестиваля В Дублте Вокс Ангелика Это органный фестиваль Эдиты Алпы Прервемся На небольшую Рекламную паузу Не отключайтесь С вами я Елена Привалова И Радио Балком Радио Балком Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Воспользуюсь Воспользуюсь нашей рекламой Чтобы всего хватало Я желаю, чтобы вам хватало не только на материальное, не только на обычную пищу, но также и на духовную. И чтобы была возможность ходить на концерты, в данном случае органной музыки. И помимо того, что открывается 18 июля в Дублте фестиваль «Вокс Ангелика» под художественным руководством Эдиты Алпы, в Домском соборе также начинается фестиваль «Ригас Домс-2021», фестиваль органной музыки. И каждую неделю проводятся концерты органной музыки. Сегодня в 19.00 концерт-открытие органист из Нидерландов, известный всемирный органист Лео Ван Дюссилар, который исполнит произведения Баха, Листа, Брамса, Видора и других композиторов-романтиков. 18 июля современная немецкая музыка будет исполнять Герхард Вайнберг, немецкий органист в программе Регер, Лист и Вейнберг. И 21 июля будет такая программа интересной «Имман Калненш и танго» в программе произведения «Иммана Калненша» и «Астра Пьетсола». Исполнять будет Ая Зиндите, орган Катрина Паула, Фелсберга, сопрано, Эдгар Саксонс, Иудис Крускопс, Эмил Слисовс – это ударные инструменты. Вот такая программа. К сожалению, на всех концертах требуется сертификат вакцинации или отрицательный код ВЦР. И даже наш замечательный фестиваль, о котором мы сейчас говорим, это фестиваль «Бокс Ангелика», «Голос Ангела», который проводит замечательная органистка Эдита Аупы. И вот мы как раз нам рассказали, как возникло название. Это один из регистров, самый тихий регистр органа, который установлен в церкви в Дублте. И этот орган как раз устанавливал супруг Эдит Альпе Талевалдис Деэкснис, орган из Лондона. И один из немногих, кстати, английских органов, в которых, кстати, есть ещё английский орган у нас в англиканской церкви. И вот Эдит, помните? В Салкрас-то ещё есть. А, в Салкрас. Орган не из Лондона, а орган из Англии, но он из маленького местечка, да? Хаггейт. Окей. А вы помните первый фестиваль? Каким он был? В принципе, он был, по-моему, очень интересным. Мы начали концерт. Первый концерт был «10 органистов Top Ten» назывался. Открытие присутствовало 10 органистов, играли они на одном концерте. Ну и потом у меня там были всякие интересные идеи, как, например, было «Голоса природы» и орган. То есть там миксировались звуки птиц, воды и музыки разные. Такое было интересно. И был я этот, помню. Потом был ещё концерт, по-моему, с духовыми инструментами. Такой очень яркий. Но всего я уже тут сейчас не вспомню, что именно на первом было, потому что у меня они все уже в миксе, как бы, да, эти фестивали. Но что-то с самого начала, да, я помню. Сам первый концерт я помню. Когда стал международным, когда вы стали приглашать музыкантов уже из России, из Европы, из других стран Европы? Вот это я сейчас не скажу так прям. Но, по-моему, это всё так было понемножечку. Там довольно быстро, да. Постепенно развивался и постепенно набирал свои обороты. В этом году что ещё ожидает наш слушатель? Да, вы тут только что рассказывали о Домском соборе. И вот тоже некоторые, конечно, музыканты те же, которые играют в Домском соборе, то есть многие из них, они тоже так же участвуют и на моём фестивале, в Дуболте, в церкви. И некоторые программы довольно похожи будут. То есть одна, например, которой тоже участвую я и Илона Баггелы, у нас будет концерт в августе. Вот я сейчас сижу и думаю, о котором августа у вас там нет программки? Шестого или седьмого? Я забыла, я в Домском соборе с Илоном и Баггелой. А потом 22 августа. Этот же концерт с названием «Молитва души» у нас будет в Дуболте. И в программе там будут разные молитвы композиторов Баха, Гуно, Рассини, Маскани. Ну, то есть такая душевная программа. Прямо та же самая будет и в Домском, и в Дуболте. Ну, почти-почти-почти, да. Тогда, друзья, это так интересно вот именно сравнить, как звучит одна и та же программа на разных органах. Да, очень по-разному. Потому что, на самом деле, орган настолько уникален, и всегда по-разному происходит регистровка, выбор вот этих тембров, звучания инструмента. Ну и, кстати, всё зависит от акустики, что даже, мне кажется, голос. В данном случае Луны Багели, да, это прекрасная мета-сопрано, будет звучать совершенно по-разному в Домском соборе и в Дуболтской церкви. В Дуболтской церкви, да, немножко отличие в том, что, конечно, меньше акустики, но это в какой момент плюс, какой минус, потому как всё яснее, точнее, это буквально на вас звук идёт, да, а в Домском он, может быть, такой весь расходится и так более торжественно всё это, да. Ну, то есть по-разному, конечно, на любителя, но так, если больше нюансов услышать, чисто, ну, без лишнего эха, то это в Дуболтах, конечно, да. Да, ну... Органисты у вас принимают участие? Органисты у нас, значит, 1 августа будет Легита Снейбе, которая живёт в Швеции, но она латышская органистка. 8 августа Айгорс Рейнес, который наш главный органист Домского собора, потом органист, который, в принципе, он из Англии, но он живёт в Германии, работает в Германии, Даглас Брюс, это 15 августа, Кристина Адамайте, Робетс Хансонс, ну и я сама, то есть это об органистах, да, а если о программах рассказать, то и ещё других музыкантах, которые участвуют на этом фестивале. Очень можно, да. А будет ли какая-то программа, то есть у вас всегда вот в основном ансамбле, есть ли какая-то программа, где только органная музыка? Это Даглас Брюс, 15 августа, это наш гость из Германии, и там это будет чисто органная музыка, и он играет абсолютно разных композиторов, начиная с Баха, там и французских виртуозов, Вярна, и Нойла Равстхорна, которого он лично знал, и у него тоже учился, это уже современный, более-менее органист, композитор, да, ну, то есть разного стиля музыка. Вообще, я скажу так, что летом в Юрмале я всегда стараюсь эти программы делать, чтобы они были в каждой программе что-то на разные вкусы, потому что люди, отдыхающие, туристы, они очень разные, и каждому нравится что-то другое, и я стараюсь делать эти программы так, чтобы каждый что-то услышал тоже и на свой вкус, и чтобы они были, ну, красочные. И понятные, да, более демократические, конечно, да, по-своему, и поэтому тоже участвует много разных ещё музыкантов, кроме органистов тоже. Перечислите нам, расскажите, кто, помимо, об органистах мы узнали, какие исполнители ещё примут участие в фестивале. Да, с удовольствием. То есть мы рассказали об июле, может быть, немножко я сейчас об августе. 1 августа у нас начинается с концерта, очень красивое название, называется «Это прекрасное время». И это произведение композитора Индры Риши со словами Иманта Зеедония, это очень известный поэт латышский. И вот это произведение будет как бы в центре этой программы. И Лигита Снэйба вместе с флейтисткой Илзой Урбаной и мицисопран Лаура Грецко. Они будут играть музыку, конечно, не только эту, это «Прекрасное время», но и другую. Будет Моцарт, Иман Земзерис, Леонардо де Лоренцо. Сама Лигита Снэйба тоже композитор. Будет и её произведение, и Индры Риши, и её мужа Хокана Сундина, который флейтист, но он, к сожалению, не сможет приехать. Мы, кстати, даже планировали, что будет он играть, но он не смог приехать. Но будет Илза Урбана, просто замечательная флейтистка тоже. Потом 8 августа у нас концерт называется «Рапсодия в стиле блюза». Это уже каждый понял, что это речь о Гершвине, Джордж Гершвине. Это восхитительно. Я слышала два года назад, Айгар Срейна сыграл в Томском заборе вот это вот приложение своё «Рапсодия в стиле блюза» Гершвина. И мне так понравилось. Я сказала, что это я обязательно хочу услышать в дублтах. В прошлом году, значит, не получилось, а в этом году вот он будет играть. И эта программа в джазовом стиле вообще вся. И там без органа будут участвовать ещё и ударные Эрнест Мэддиндж и саксофон Айгар Срауманес. Они вместе будут играть ещё и разную музыку. Там сонат джаза Фила Вуда. Да, да. Ну, разный, ну, в джазовом стиле всё. Вот. Потом 15 августа органы соло Douglas Bruce. 22 августа «Молитва души». Я и Илона Баггела. 29 августа «Серенады моря». Будет участвовать Кристина Адамо. Это органы. Артис Симон и саксофон. И на концерте будет звучать музыка в этом году юбилара Рома Алда Ярмака. Это наш латышский композитор, которому исполнилось 90 лет. Он живёт, работает, ещё хорошо себя чувствует. Это было тоже. Это его цикл с названием «Серенады моря», из которого музыка тоже отдельные части будут исполняться на этом концерте. Я думаю, очень удачно. Рядом с морем, да, «Серенады моря», что может быть ещё лучше. И 5 сентября мы решили пополнить предложение клавишных инструментов. Будет не только орган, а ещё и клавесин. Роберт Ханссонс, он у нас такой уникальный человек, который играет не только орган, клавесин, он ещё и дирижирует, и отлично поёт, и он является профессором по вокалу в Академии культуры также. И он будет на этом концерте играть орган и клавесин, и вместе с ним будет его студент, но тоже такая уже встающая звезда, певец-тенор Дайнис Калнич. Очень музыкальный молодой человек, отличный певец. И на окончании фестиваля 12 сентября жемчужины классики, но известнейшие латышские бас-баритон во всём мире Эгилс и Силенч, и вместе с ним я. Вот это такая программа. Да, программа фестиваля. Наверное, есть сайт какой-то, где можно тоже ознакомиться. Да, да, пожалуйста, в Facebook поищите название фестивал, фестивал на английском, как пишется, фестивал Вокс Ангелика, и там я регулярно выставляю свежайшую информацию о каждом концерте, о фестивале вместе. То есть там можно и следить, может быть, наше правительство что-то разрешит там больше, снимет какие-то ограничения, смогут ещё и приходить люди, не только с сертификатами, и так, и другие. И то есть вся актуальная инфа там. Ну, кстати, я смогу опубликовать эту ссылку под нашим эфиром, который будет доступен на нашей странице в Facebook RadioBalt.com, где хранятся все наши эфиры, все наши замечательные гости. И вот ещё, кстати, такой вопрос по поводу ограничений. Вот несмотря на наличие сертификата, есть ли ограничения в количестве публики? Нет. Если вот это делается сейчас с сертификатом, то, в принципе, можно сидеть плотно и без масок, да? Это тогда вот без ограничений. Потому что вторая концепция... Если с сертификатом, то есть церковь может быть полная. Да, но тогда мы не можем пускать у нас вот этот вариант, что вот этот тест, вы можете сделать тест, вот это тогда должна быть отдельная зона, и там уже с ограничением. А, то есть всё-таки... Какое-то такое сейчас новое, да. Что вот есть... У меня вообще на афишах написано, что только с этими сертификатами. Но на самом деле, если кто-то придёт с этим тестом, то мы его впустим, но это будет какая-то отдельная зона, где нужно будет идти два метра. Ну, то есть я как-то не предполагаю, что очень много людей будут с этими свежими тестами специально для нашего фестиваля, хотя, конечно, было бы замечательно. Но это будет небольшая зона, да, и там будет это ограничение два метра, потому что вот получается, что если вы пришли с тестом, то нужно сидеть два метра дистанции, а если у вас есть сертификат, то можете сидеть плотно и вообще там чихать друг на друга. Услаждаться музыкой, и тебя никто не беспокоит, да, то есть даже выгоднее прийти, если даже есть сертификат, прийти с тестом. Ну, там будет немножко хуже места, это я сразу могу сказать, это будет под балконом. Ничего. Главное, орган везде замечательно слышный, это самое главное. В Дубултской церкви прекрасный инструмент стоит, английский трёхмануальный орган, и плюс ко всему, вот как мы уже говорили с Эдиталпой, что есть трансляции, можно посмотреть на нашу кухню, как это всё происходит, как органист играет, а не только слушает. То есть раньше органист был вообще небожителем, таким ангелом, когда просто непонятно, кто играет. Просто звучит орган. Там говорят, играл такой-то, такой-то музыкант, и звучал орган. Вы такого не помните? У меня были случаи. Всех сказали, а орган звучал просто сам. Ну, на самом деле, в наше время судьба органистов становится более лучше. И уже идут не просто на орган, идут на исполнителя, знают органистов, и это так важно, потому что действительно, ещё некоторое время назад просто шли... У меня была очень интересная афиша в Самаре. Это когда было написано «Оперная звезда Екатерина Щербаченко и орган». Ну вот, это то, что я и говорила. И мелко-мелко там всё это написано, но при этом название, да, «Оперная звезда» Екатерина Щербаченко и орган, да, то есть мелко Елена Привалова, потому что, в принципе, я уже тогда была не просто студенткой, уже не была студенткой, но, тем не менее, это сохранялось такое пренебрежительное отношение именно как к исполнителям, то есть инструмент нас затмевал, но сейчас всё-таки, благодаря, кстати, вот таким фестивалям, благодаря трансляциям, органисты тоже выходят из тени своего инструмента, становятся значимыми и становятся известными широкой аудитории именно в качестве органистов. Дорогие друзья, наша передача подходит к концу, у нас сегодня в гостях была замечательная органистка, художественный руководитель фестиваля «Вокс Ангелика», который проводится уже 14 лет, но фестиваль сам по себе, получается, 13-й, съела пандемию у нас целый год, органистка Эдите Алпы. Сложно, знаете, сейчас, конечно, лично меня так расстраивает вот это разделение общества вакцинированных, не вакцинированных. Да, я совершенно согласна. Это действительно проблема, и всё-таки вот призываю вас, к счастью, есть возможность для тех, кто оказался за бортом вакцинации по ряду причин, идеологических, личных, медицинских, есть возможность послушать фестиваль в записи, и даже онлайн присутствовать, мне кажется, это гораздо интереснее, потому что как будто ты присутствуешь здесь и сейчас, и обязательно в ссылках под эфиром я выложу эти линки, для того, чтобы вы могли послушать записи. Я с вами прощаюсь, с вами была я, Елена Привалова, и замечательная органистка Эдиты Алпы. Спасибо. Спасибо, Елена, и надеюсь вас увидеть на этом фестивале через год. Я с большим удовольствием. Спасибо вам большое. До свидания. До свидания. Вы слушаете Радио Болтком.